доброе утро дорогие друзья 10 утра в иерусалиме а это означает что сейчас будет наш ежедневный урок который мы стараемся делать уже несколько лет каждое утро в 10 утра баруха шэм и сегодняшний урок посвящается для удачи и успеха йосеф и цхак бен михаил для долголетия михаила бен брони доброе утро доброе утро и мы будем сегодня обсуждать нашу недельную главу за границей у нас недельная глава балак в израиле балака мы уже читали на прошлой неделе мы будем читать в этот шаббат недельную главу пинхас который является продолжением предыдущей и скоро скоро уже все недельные главы снова будут одинаковые как в израиле так и за границей и будут намного удобнее обсуждать недельные главы, потому что и здесь, и в других местах будет одна глава. Пока что у нас немножко расхождение, потому что в праздник Песах, в последний день праздника в Израиле это был седьмой день Шаббат, это был седьмой день Пятница, и Шаббат уже были будни. За границей у нас восемь дней Песаха. И восьмой день Песаха выпал на Шаббат. И когда восьмой день Песаха выпал на Шаббат, за границей читали пасхальные всякие отрывки из Торы, а шаббат, недельная глава, которая должна была быть, ее перенесли на неделю, поэтому мы немножко разминулись, потому что за границей был дополнительный день, но скоро с Божьей помощью главы будут совпадать. Итак, недельная глава Балак, недельная глава Пинхас. Что мы здесь можем выучить для нас? Давайте немножко вспомним содержание. Еврейский народ вышел из Египта, вышел из Египта и идет, уже получил Тору и направляется в землю Израиля, в Иерусалим, построить храм, служить Всевышнему, чтобы в этом мире было у нас все хорошо, и мы могли гармонично взаимодействовать с нашим Творцом. Всевышний так сделал, что есть святость человека, есть святость времени, это праздники, шаббаты, а есть святость места, святость земли, Иерусалим, столица всех религий, самое святое место. Давайте пойдем туда, построим храм и будем служить Творцу. Но, увы, после того, как мы очень так вот знаменательно вышли из Египта, после того, что Всевышний целый год делал казни язычникам Египта, которые не хотели выпускать нас служить Ему, мы так красиво вышли. Мы уже получили Тору на горе Синай. Все, кто захотели получить Тору, присоединились. Мы идем в Израиль, но, увы, наши разведчики нас очень сильно подвели. Десять из двенадцати разведчиков говорили, вам туда не надо, вам не нужно в Израиль. И поэтому все плакали, все начали плакать, и у нас образовалась пауза в 38 лет. 38 лет еврейский народ ходил по пустыне, Всевышний давал нам ман, делал нам чудеса, но на 38 лет образовалась задержка. Мы не зашли в Израиль, потому что все плакали, плакали и жаловались. И пришлось тогда Всевышнему дать нам еще 38 лет ходить по пустыне, пока все поколение не уйдет в будущий мир, и новое поколение сможет зайти в Израиль. Итак, прошли 38 лет, наконец-то мы снова, вторая попытка, мы идем в Израиль. Мы идем строить храм, мы идем к тебе, Иерусалим. Но что? Все язычники, которые жили в этих местах, они начинают нам мешать. Не хотят они, чтобы люди служили Богу, единому Богу. В те времена они занимались черной магией, они занимались поклонением идолам, они не хотели менять свою жизнь, не хотели менять свою привычную систему. А здесь идут люди, которые хотят служить Богу. Пошли они на нас войной. Первый нападает на нас Ог, царь Башана, за ним нападает на нас Сихон, Ог Мелеха Башан, Сихог Мелеха Эмори, Сихон, Эморейский царь. И мы их абсолютно, армию уничтожаем в дребезге и идем дальше. Никакая армия не может остановить Всевышнего, который ведет вот эту группу людей, чтобы они могли ему служить, народ священников. Хорошо, идем мы дальше. Победили мы Ога и Башана. Теперь, следующий наш противник это Балак. Балак был царем Муава. Балак увидел, что армия не помогает против вот этих людей. Бог им сделал абсолютную защиту. Что же делать? Балак говорит, давайте мы найдем пророка, который сможет их проклясть. Сила этих людей в устах, они служат Богу молитвой и изучением Торы. Давайте найдем того, у кого есть тоже сила в устах, чтобы он их проклял. Нашли они пророка Билама. Пророк Билам, который по уровню пророчества не уступает пророку Муше, отцу всех пророков, пытается их проклясть с разных мест. Три попытки, не получается ничего. Абсолютная защита Творца. Невозможно их проклясть. И вместо проклятий мы получили благословение от нашего врага Билама. Все враги еврейского народа в шоке. Армия не срабатывает. Какие-то еще фокусы с проклятиями не срабатывают. Ничего их не берет. Что же делать? Думали, думали, думали. И, к сожалению, они нашли единственный вариант, как можно сделать вред еврейскому народу. Они сказали, давайте их совратим. Если они начнут грешить, тогда наша взяла. И говорит Билам, Балак, Бог ненавидит разврат. Собери блудниц, собери всяких разных женщин, и направь на еврейский народ, пускай они согрешат. До такой степени Балак ненавидит еврейский народ, что он отправляет свою дочь, Козби Басцур, идет тоже с этими группами, с этой группой женщин совращать еврейский народ. Ужасная-ужасная трагедия. Евреи, к сожалению, час народа, очень много из колена Шимона идут к этим женщинам. Потом они поклоняются идолам. И, к сожалению, была огромная-огромная магефа. Магефа – это огромные такие были болезни. Погибает много тысяч людей. Все-таки им удается. Из всей этой истории что мы можем выучить? Что грех – это смерть. Самое опасное, что есть, это совершить грех. Потому что пока человек не грешит, он неуязвим. Все у нас будет хорошо. Но как только люди, евреи начинают грешить, все – эпидемии, смерти, болезни. Самое опасное – Бог ненавидит разврат. Хорошо. И все дошло до такой степени греха, что глава почти всего колена, он не самый был главный, но один из глав колена Шимона, он говорит, я сейчас возьму вот эту вот дочку Балака и пойду, публично он это говорит, пойду с ней грешить. Берет он ее и ведет к себе в шатер. Теперь встает Пинхаз, Пинхаз бен Алазар, бен Аарон, внук Аарона, берет он копье и убивает их обоих. Что мы здесь можем выучить из поступка Пинхаза? Во-первых, очень интересно, что Тора всегда говорит имя человека и имя его отца, чтобы мы знали, про кого говорится. Но здесь Тора говорит Пинхаз, бен Алазар, сын Алазара, сын Аарона. Зачем ты мне говоришь, кто его дедушка? Обычно ты говоришь Тора, кто его отец, чтобы я знал, про кого говорится. Зачем мне знать, кто дед? А здесь объясняют комментаторы, очень интересно. В свое время, когда евреи грешили золотым тельцом, одним, как бы, ключевым человеком в грехе золотого тельца был Аарон. Аарон, он создал золотого тельца. Так Тора говорит, золотой телец, которого создал Аарон. Получается, что Аарон сделал очень плохо всему народу, потому что нету наказания до сегодняшнего дня, которое мы получаем, чтобы в этом наказании не было частично искупления греха золотого тельца. Тысячи и тысячи лет мы расплачиваемся за тот ужасный грех, за золотого тельца, которого сделал Аарон. Теперь, пришел его внук Пинхас, и написано, что если бы Пинхас не остановил вот этот позор, когда почти глава колена, великий глава колена Шимона берет себе дочку, принцессу, дочку Балака, и идет публично с ней заниматься развратом, если бы Пинхас их бы не остановил, то, не дай Бог, Всевышний наказал бы всех. Получается, что Пинхас спас весь народ тем, что он убивает вот этого человека с дочкой и дочкой Балака. Он весь народ спасает. И пришел внук Аарона, который подставляет весь народ и спасает весь народ. И Тора говорит, пришел внук, и он помог своему дедушке, потому что из-за дедушки все получили большие наказания, а из-за внука Пинхаса все получили награду и Пинхас остановил эпидемию. Получается, что Тора нам говорит Пинхас Бен-Элазар Бен-Аарона Коэн сказать, что Аарон из-за него большие были проблемы, к сожалению. Но пришел его внук и принес большие благословения, и он исправил поступок своего дедушки. Поэтому Тора нам говорит, кем он был, Пинхас Бен-Элазар Бен-Аарона Коэн. Теперь, это во-первых. Во-вторых, очень интересно, идет вот глава колена Шимона, есть разные мнения, как его звали, по-простому его звали Шлюмуэль Бен-Сури-Шадай. Идет этот человек и говорит, я иду заниматься развратом. И вдруг, именно Пинхас его как бы нейтрализирует, убивает. А где был Моше? Почему Моше не остановил ужасный грех, из-за которого могли все пострадать? Говорит нам Тора, что Моше вдруг забыл, что нужно делать. Пришел Пинхас и говорит, учитель Моше, разве не должен я это все остановить? Разве нет такого закона, что я должен это все остановить? Говорит Моше, да-да-да-да-да, ты прав, иди это останови. Но почему Моше забыл? А здесь, здесь очень важное правило. Всевышний хочет, чтобы каждый заработал себе благочестие. Чтобы каждый мог сделать какой-то поступок, который даст ему награду в будущем мире. Который даст награду ему, его детям, до конца времен, всему-всему поколению, всем его потомкам. Поэтому Всевышний сделал так, что Моше забывает закон, чтобы здесь мог вписаться Пинхас бен-элязар. Если бы Моше помнил бы закон, тогда Моше получил бы всю награду, все лавры. Но у Моше у него уже хватает награды. Всевышний хочет, чтобы еще другие получили награду. Поэтому он разрешает Моше забыть этот закон, чтобы пришел Пинхас и получил награду. То есть, такие вот удивительные вещи. У Всевышнего есть очень четкая бухгалтерия, что кто должен сделать, какую награду я хочу давать каждому. И если пришло время Пинхаса зарабатывать себе духовные очки, ты Моше Робейну извини, забудь, что нужно сделать. И Моше действительно стоит растерянный, не понимает, что нужно, что от него требуется. Приходит Пинхас бен-элязар, и он сделал то, что требовалось сделать по закону, и он получает награду. Теперь Пинхас тоже является коэном, теперь Пинхас тоже будет благословлять народ, и он помог своему дедушке. В принципе, все, что я хотел сказать на сегодня, давайте подытожим. Нужно помнить из этих недельных глав самое важное, что мы неуязвимы, ничего плохого с нами никогда не будет, пока человек не сделает какой-то грех. Грех это смерть, грех он приводит наказание, поэтому пока евреи не грешили, никакая армия, никакие проклятия им не были страшны, поэтому наши враги придумали, давайте сделаем так, чтобы они согрешили, и у них получилась была ужасная эпидемия, тысячи и десятки тысяч людей погибли, потому что был грех. Самое страшное это грех. Это первый урок, а во-вторых, нужно знать, что у Всевышнего есть четкий план для каждого из нас. И если Всевышний хочет, чтобы Пинхас выполнил этот закон Буэль Арамид Канаим Погим Бо, тогда Муше забывает этот закон и приходит Пинхас. Удивительно, насколько Всевышний каждому сделал коридор, по которому он должен идти, для каждого у Всевышнего есть свой план, и если надо, чтобы Муше, который дал нам Тору, который знает все, 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 если нужно, чтобы этот мудрец забыл на секунду закон, он забудет этот закон, придет Пинхас, сделает то, что надо сделать, получит награду за свое действие. Всем желаю хорошего шаббата, у нас будет очень прекрасный шаббат, после шаббата будет пост 17-го Томуза, мы входим в новую фазу, мы начинаем скорбить, скорбить о том, что сейчас мы находимся в изгнании, скорбить о том, что у нас нету храма, нету у нас храма, начинается фаза 21-й день, 17-я Томуза, 9-я Ава, удивительные святые дни, давайте хорошо проведем шаббат, с пользой для нас, для души и для тела, давайте хорошо проведем пост 17-го Томуза, и будем надеяться, что в скором времени мы увидим храм, мы увидим святого Машеха, и придет пророк Ильяу и скажет, Машех пришел, а пророк Ильяу это тот самый Пинхас, Пинхас получил в награду, что он придет и скажет, пришел Машех, собирайтесь, в Иерусалиме скоро будет храм. Шаббат, шалом, дорогие друзья, всем хорошего дня!